Здравствуйте, друзья, у нас гость из далекой страны. Зовут Виктория, да? Да. Ну, Виктория, рассказывайте, откуда вы, как вас занесло в далекую страну? В общем, пару слов о себе. Да, зовут меня Виктория. Я из России. Сейчас я живу в Индии. Точнее, я начала путешествовать сначала в Индии. То есть, как-то сезонами я живу в Гоа. В этом сезоне я приехала в город Банбей. И сейчас, наверное, 5 месяцев еще я буду жить здесь. А вообще, я путешественник такой, тревелер. Нет, ну, подождите, путешественник. Ну, надо же как-то… Есть люди, которые путешествуют, потому что у них деньги есть, а чем заняться, они не знают. А есть люди, которые любят путешествовать и, допустим, по ходу дела где-то подрабатывают на жизнь. Вы какой путешественник? Я путешественник, который сначала начинала, потому что есть деньги, а потом, потому что начала подрабатывать, искать какую-то работу, и вот втянулась, и как-то я осталась тут в Индии. Вот так получилось. Хорошо, давайте тогда начнем немножко еще из поляка. Вы из России откуда? Из Москвы. Родились в Москве или приехали откуда-то учиться? Родилась в Москве. Где жили-то, расскажите? В каком месте? На севере Москвы, Сау. На севере? Не холодно там на севере-то? Вообще в Москве холодно, и в России. Ну хорошо, да, все равно с Индией, я себе представляю. Ладно, жили в Москве, никого не трогали, где учились? Училась я в МГПУ, специальность у меня, если на английский переводить Human Resources, по-русски называется управление персоналом. Подождите, МГПУ это что-нибудь педагогический университет? Да. Это МГП бывший. Так, я что-то не понял. А почему Human Resources в педагогическом? Это для школы, что ли? Что это за Human Resources? Ну вообще, как бы, эта специальность появилась относительно недавно, и в этом вузе мы, по-моему, были вторым выпуском, в котором она есть. Вообще, когда, мне кажется, 90-е начались, да, и все стали учиться на юристов, и в то же время все тоже стали на Human Resources учиться. Это была новая специальность. То есть, я, например, помню, что моя бабушка работала там кадровиком, и ей не нужно было для этого образование, но, как бы, вот у меня оно есть такого плана. Оно немножко более обширное, чем если ты кадровиком работаешь, но есть такое. Поэтому в каждом институте, в любом, неважно какой, как он называется, всегда есть и юридическое направление, и экономическое. В наше время их в институтах не учили, но их в органы государственной безопасности инструктировали и строго спрашивали. Они, как бы, были интерфейсом вот этой организации в известном смысле. Ну, хорошо, да, действительно, я помню, у нас вот в КБ я работал, там была девочка, она была просто инженером, потом, бах, оказалась начальником отдела кадров в этом же КБ, да. Ну, хорошо, значит, учились вы на Human Resources, я не знаю, что там, изучают психологию? Психологию изучают, организационное поведение, мотивация персонала, также трудовое право изучают, и все, что к этому относится. Понял, какие-то бесполезные науки, там, все, что по звонку решают, типа закон, там, ну, ладно. Ну, да, что в государственных органах, конечно, нет такого у нас. Хорошо, хорошо, ладно, ну, так, немножко развлекли вас. И что вы стали делать после окончания института, университета педагогического? Пока я училась, я работала три года в представительстве иностранной компании в отделе маркетинга, ну, то есть, это была такая, как бы, подработка. А когда закончила институт, еще в процессе у меня появилось такое, вот, не знаю, желание работать обязательно в какой-нибудь государственной структуре, мне было это очень интересно. А почему государственной? Ну, как-то меня жизнь так сталкивала, что я с ними постоянно общалась, то у меня телефон сломается, там, мне не хотят за него деньги возвращать, там, я иду в Роспотребнадзор, и они меня инструктируют, что мне делать, знаете, как-то, я не знаю. Просто мне так постоянно везло, что я с ними сталкивалась, я думаю, дай-ка я пойду туда работать. Вот, как-то вот. Если бы вы столкнулись с частным бизнесом, может, вам хотелось бы в частный, ну, хорошо. В госструктурах. Вы работали в маркетинге, вы сказали, да? Да, сначала, когда я училась, я работала в отделе маркетинга, а когда закончила институт, я собрала там все свои, там, рекомендации, справки, все, и стала искать какое-нибудь интересное министерство, подаваться во все возможные конкурсы, проходить и так далее. Ну, и, в общем, всеми способами, не способами я попала. И очень долго работала. Ну, и куда, куда попала? Можно я не буду озвучивать министерство? Не надо, не надо, но это было министерство. Да. Я понял, я понял. Ну, хорошо, что же, и как, вам понравилось в итоге в министерстве-то? Или вы сказали, ой, а я-то думала, что в госорганизациях тут такое, а здесь совсем не такое? Как оно? Ну, это было примерно то, что, наверное, я себе представляла. То есть, я проработала там три года, я сделала там карьеру такую неплохую. То есть, я увольнялась, когда мне было 25 лет. И, как бы, то есть, как бы, достаточно я там хорошо выросла, на все посмотрела. Мне, в принципе, нравилась эта работа, знаете, такая бумажная с одной стороны, с другой стороны. Мне вообще просто по жизни нравится что-то такое, знаете, вот, когда ты растешь постоянно, когда ты постоянно что-то новое. Вот ты это уже освоил, и ты хочешь больше. И мне там, в принципе, это все давали. То есть, вот я освоила один уровень, там, Вика, давай ты займешься там вот еще чем-нибудь. Давай ему тебе там должность дадим. Я извиняюсь, а за это деньги нормальные платят или так вот? Потому что есть такое поверье, что госчиновники, они фактически уже вытеснили бизнесменов там со всех рынков. Они все скупают, там, зарубежную недвижимость. Вот, у кого деньги есть, так это у них. Вот, вам перепадало что-нибудь от пирожка-то или так? Ну, я так подразумеваю, что это как бы относится к тем, знаете, у нас такое понятие было, коррупционная, должность как-то подверженная коррупции, что ли, да? То есть, вот у меня была абсолютно некая должность, и близко я с этим не сидела рядом. Но зарплата-то была нормальная? Зарплата была хорошая, то есть, меня очень устраивало, она у меня росла, у нас были хорошие премии, то есть, все было очень хорошо, да. Так, то есть, вы не жалеете, что не стали заниматься кадровыми вопросами в какой-нибудь школе? Нет, нет. Хорошо, 25 лет, ушла с работы, а что ушла-то? Появился новый начальник, с которым отношения не срослись. Я еще тогда увлекалась астрологией, так посмотрела свой гороскоп, что там происходит, и поняла, что мы с этим человеком просто, ну, то есть, ну, конфликт на конфликте создавался на ровном месте. Вот, знаете, бывает такое, попадает, ты с человеком просто, ну, вот никак. Особенно, когда это твой начальник, то есть, вот, работа была любимая, вот реально, вот ты идешь, как бы, каждый день там стоишь 6 часов утра, там, на руках по московским пробкам доберешься, и, тем не менее, это была любимая такая работа, то есть, я, в общем, с радостью ехала на нее, с радостью занималась, но вот с начальником отношения не срослись, поэтому... Ну, ушла, короче, хорошо. Да, ушла. Но вы ушли и не пошли в другое министерство, уже с опытом, 25 лет такая, выслужившаяся... Слушайте, я извиняюсь, так сказать, за вторжение, но вот 25 лет, все-таки это уже такая, ну, как бы большая девочка получается. Вот не было мысли такой, я не знаю, семью надо создавать, там, деток, небось мама говорит, внуков давай. Есть такое? Нет, еще пока нет, не чувствую я пока этого. То есть, у вас не было так вот... То есть, вы не интересовались этой частью, вы были увлечены работой, вот этим всем, то есть, хорошо. Ладно, значит, итак, вы свободная девочка, значит, 25 лет, ушла из министерства, ощущение такое, что вы там на крыльях летаете, все можете, там, карьеру сделала, и... Но, как бы, был такой нюанс, что вот настолько я долго шла к этой работе, столько в нее вложила, что, когда я уволилась, я, ну, не хотела менять, как бы, одно на другое, думаю, ну, вот пойду я туда, там опять будет начальник какой-нибудь, да. И я подумала, что мне нужен такой капитальный отдых, вот даже не на месяц, а вот прям на подольше. Такой вот отдых и телу, и мозгу, я не знаю, просто со всех сторон сменить обстановку, вот такой вот, знаете, вот перезагрузку сделать. Уточнить, уточняющий вопрос, вот в этом состоянии конфликта с начальником, вы по времени сколько находились, вот, вот это вот неблагоприятное... Полгода где-то, полгода где-то. А, ну, понял, я вас измотала. Да. Вас за полгода измотала, вам нужно было действительно встряхнуться как-то кардинально, и вы что сделали? Я собрала, там, то есть я уже где-то заранее, там, может, за месяц, за два, за три уже думала о том, что мне надо копить денег, то есть у меня уже были мысли о том, чтобы куда-то уехать. Соответственно, просто, я не знаю, купила билет в один конец, в Гоа, просто, да, села на самолет, собрала вещи и уехала. Вы скажите тогда, может быть, у нас, как бы, не все знают, Гоа это где? Вот скажите, если на карту смотреть, где это будет? Гоа это штат в Индии, самый маленький штат, это самое туристическое место, обычно, если едут в Индию, то едут в Гоа, вот, это побережье, там, по-моему, я не ошибаюсь, Аравийское море и Индийский океан дальше. Ну, там действительно классно, вот так, вот, в Гоа же там побывали. Да, ну, то есть, вот я смотрю видео блогеров, там, из Америки, кто рядом с морем, то есть, да, пальмы, все очень красиво, там, португальские дома, все отлично. Да, португальская колония бывшая. То есть, интересно и архитектурно, а люди, которые там живут, вот, если сравнивать с теми, что вы сейчас видите, вот, там, где-то в Бомбее, да, значит, другие люди, другая ментальность, вообще, как-то, или все то же самое? Сами индийцы? Да. Здесь в Бомбее индийцы такие, знаете, прогрессивные, и молодежь здесь прогрессивная, они больше такие, они ведут себя, как европейцы, можно сказать. То есть, они здесь богатые, ну, то есть, у индийцев, у них очень такое жесткое расслоение, то есть, если, либо ты совсем бедный, грубо говоря, ты ходишь босиком по улице, там, спишь на улице, либо ты имеешь очень много денег, поэтому вот эта часть, которая здесь, так сказать, элита, она такая больше европейзированная. В Гоа, там, та часть индийцев, она вся ориентирована на туристов, то есть, люди, которые сдают дома, которые сдают транспорт, которые там на экскурсии водят, вот, там немножко другого, другой категории люди. Но они не одеваются, как европейцы? В Гоа, ну, почему, в принципе, одеваются, здесь просто больше этого. Хорошо. Итак, поехали вы в Гоа, просто, чтобы отдохнуть. Вы не думали, что вы там задержитесь надолго? Ну, я вот себе ставила срок полгода, потому что визу дают на полгода, и, как бы, я думала, что вернусь потом обратно, опять найду работу, и, как бы, буду дальше работать в Москве. Такой практический вопрос. Поехали вы в Гоа, и живете скромненько там, не выпендриваетесь, так нормальненько. Сколько нужно денег на месяц, чтобы так жить скромненько и не выпендриваться, а просто так вот удовольствие от жизни получать, не выпендриваясь? Ну, я думаю, что такой какой-то средний размер, ну, я думаю, что 500 долларов, это вообще нормально. То есть, многие россияне, особенно в тот момент, когда вы это совершили, этот ваш хадж, вот, значит, вполне могли бы себе позволить полгодик там пожить. Да. Там, там, 3 тысячи долларов, там, бюджет, полугодовой поездки, шикарно. Да, то есть я где-то столько и потратила, мне кажется. Да, нам надо было еще запасти на обратный билет, хотя всегда можно прийти и сказать, денег нет, верните меня домой. За государственный счет. Ну, хорошо. Итак, приехали вы в Гоа, и так и пробыли там 6 месяцев. Ну, во-первых, я сразу стала как-то общаться с русскими, мне стало интересно, кто здесь живет, чем люди занимаются. Оказалось, что, ну, вот есть такое понятие, да, дауншифтер. Вот в Гоа, в принципе, отчасти есть дауншифтеры, но есть люди, которые вот каким-то образом еще работают. И мне стало интересно, я вот стала со всеми общаться, узнавать, а как вы здесь работаете, а чем вы занимаетесь. И люди приезжали в Гоа вообще с совершенно разными историями, то есть моя история даже, можно сказать, не такая уж уникальная. То есть все с такими историями приезжают, но вот по большей части от какой-то суеты московской кто-то приезжает, от вот этой постоянно какой-то нервотрепки на работе. То есть ищут здесь какого-то такого спокойствия, может быть. Кто-то живет здесь годами, кто-то вообще, ну, знаете, путешественники по Азии. То есть Гоа – это одна из людей, которые живут потом в Таиланд, например. Да, есть такие люди, они сейчас так больше становятся. Ну, хорошо, то есть там как бы чувствуется присутствие вот наших соотечественников. Да, конечно. Да, и вот полгода, что я делала, во-первых, я почти сразу познакомилась уже с нынешним молодым человеком. Мы стали общаться там, тоже ездили, и мы начали путешествовать. Сначала мы путешествовали где-то по каким-то интересным местам, там, достопримечательности смотрели рядом с Гоа. Потом мы съездили уже там на другое побережье, где Бенгальский залив, там, посмотрели, что происходит. Вот, и как-то так, ну, стало интересно, что вот мы вдвоем путешествуем и решили продолжить, в общем-то, это мероприятие. Уже поездить по всей Индии, съездить там в Драмсалу, где живет Далай-Лам, например. Вот такие какие-то интересные места. И, соответственно, когда закончились деньги после первого вот этого путешествия, то летом стал вопрос, а что же делать дальше? Да. Вот, и вот первое, я стала просто искать, вот, не знаю, буквально ты забиваешь в гугле, там, работа в Гоа, и просто начинаешь всю информацию смотреть. Вот первое, что, и чем я занималась, я нашла работу в туризме, то есть это работать с русскими туристами, то есть я, мой работодатель делает бизнес-визу, и я уже еду на следующие полгода работать. То есть можно так, да? Да. То есть с разрешением на работу с бизнес-визой, если есть кто-то, кто хочет тебя нанять, то как бы не вопрос. Да. Удобно, удобно, так. Хорошо, значит, вы приехали снова, то есть вы выехали из страны, потом въехали, да? Угу. Я, кстати, летом съездила в Киев первый раз и попутешествовала еще там и по Белоруссии тоже. Это до Майдана еще было, да? Это после. Я как раз была там летом, когда самолет сбили, вот этот период. Я понял, я понял. И я еще выехала, помню, в Белоруссию, то есть летом я сначала приехала в Киев, потом выехала в Белоруссию, а потом сбили самолет. Вот. И когда я обратно возвращалась, меня уже не хотели пускать на границы. А у вас российский паспорт, окей. Да, конечно. А в Белоруссии понравилось вам, вот как, москвички из Индии? В Белоруссии всего так, я не знаю, мало. Вот кажется, вот я показываю фотографии даже своим индийским друзьям, особенно, да, индийцев тоже вообще много. У них не бывает такого, что на улице никого нету там. Я показываю Минск, и они смотрят, и там один человек на фотографии. Они просто в шоке, как бы, днем. Я много лет назад, когда ездил туда в командировке, это было начало 80-х. Я из Москвы приезжаю, вот идешь по самой главной улице, там называлась на проспект Ленина, и вообще людей нет. И там был в одном месте какой-то подземный переход под этой улицей, и там действительно как-то узко было, узко, тесно, и там народ толкался, и я чувствовал себя как дома. Знаешь, так, врезаешься в толку, там, плечами туда-сюда, там, через него проходишь, думаешь, нормально вот. Вот рыбка вернулась в воду. А так в целом, да, вообще людей не было. Ну да. Но мне Киев тоже очень понравился. Вот прям всякими архитектурными такими сооружениями вообще богат. Мне очень, да, понравилось. А я имею в виду, вы на каблуках ходите или в кроссовочках? В шлепках. В шлепках, ну тогда еще не страшно, потому что... Ну или в кроссовках, да. Я вот, когда был в Киеве два года назад, с половиной уже, я с ужасом смотрел на девочек, как они на каблучках ходят, а там очень неровная поверхность всюду. Там как-то очень деформированный асфальт, повсеместный. В Москве тоже самое. Правда? А еще там, где булыжником, знаете, булыжником вымощено. Ой, думаешь, как же детки-то... А это вроде ничего, бегают. Такие, довольные. Ладно. Ну, слушай, я уже... Но здесь в Индии точно не походишь в каблуках, потому что здесь, ну, не знаю, не то, что неровно здесь, ну, невозможно просто. Здесь даже дороги, как бы, такие, то есть... Такой вопрос. Вот у нас тут много, наверное, в Индии ездят туда, знаете, в Бангалор, в те места. Да, да, знаю Бангалор. И они говорят, что вот вообще нет никакой инфраструктуры. По одной и той же дороге идут там какие-нибудь животные. И тут же мотоцикл какой-нибудь, и тут же там, я не знаю, жигули какие-то. И, в общем, все они это вместе. И... Еще корова может идти. Корова, да, не трогайся. Это правда. Вот в Гоа, там тоже так? Да. Я вот коров только здесь в Бомбее особо не наблюдаю. И вот в Дели. Как бы, я не помню, чтобы их там много было, но это вообще очень нормально. Они сами по себе... Они бесхозные, у них нет хозяина у коров? Они сами ходят? Я думаю, что у них есть хозяин, но это так. Они не то, чтобы за ними прям следят. То есть корова где-то погуляла и вернули назад. Я не знаю, у них обычно там какой-нибудь ошейничек есть, может быть, что-то такое. Нет, да, они ходят вообще. То есть, если ты, например, садишься на байк и едешь, то надо быть очень осторожным на дороге. Потому что корова может очень спокойно идти, и ее, главное, никто не тронет. Все будут останавливаться, объезжать ее, машина там, хоть самосвал едет, все аккуратно остановятся, она пройдет, и потом все продолжат ехать. А я извиняюсь, вот какие-то плюшки коровьи, они так прям на дороге лежат? Бывает, наверное, да. То есть она не ходит там с мешочком подвезанным? Нет. Нет, она просто... Хорошо, хорошо. Это, может, такой бизнес по сбору удобрений на улицах там, да? Ладно, хорошо. Значит, вот, как бы назвать-то это культура? Вот антисанитария присутствует. Ну, да, вы знаете, я когда первый раз ехала в Индию, я читала комментарии людей, которые съездили в Гоа, именно комментарии про отель. То есть вот они едут в отель, да, и пишут потом комментарии. И я помню, один был смешной комментарий, где молодой человек написал, что какие-то простыни были такие, ну, как будто им сто лет, и было столько пыли, что без там двух ночей с бутылкой рома не обошлось, и только после этого он смог на них спать спокойно и как бы не переживая. Ну, вот, например, тараканы, клопы, вот это присутствует? Ну, бывает, бывает. Смотря где, есть вот, просто смотря, какое жилье ты снимаешь. Если ты снимаешь, тут есть хорошие апартаменты, это что-то вроде наших квартир, и особенно если они новые, с хорошим ремонтом, то это отличная квартира вообще московская, вот такого плана, и там ничего не будет. То есть вопрос экономии, так сказать, средств. Да, да, как бы какую ты выберешь, ну, какие апартаменты ты возьмешь. Если ты возьмешь какой-то такой совершенно типичный, знаете, такой домик одноэтажный индийский, где как бы крыша такая домиком, и вот эти даже, ну, то есть она стоит, как бы вот основа, такие стены и крыша, и, то есть вот эти щелочки между крышей, они все есть, и все вот это лезет туда, мышкара какая-то, да, такое тоже бывает. Слушайте, вот у меня много студенток из Индии. Да. Я, ну, сейчас уже как-то я их не пытаю, а раньше так мне интересно было. И вот у меня была какая-то девочка, я не помню, откуда конкретно она была, я сейчас только историю наслушался, но она говорит, что вот у нее дети не любят из Америки вот с ней ездить в Индию, потому что, она говорит, во-первых, туалеты грязные, они не могут туда ходить, во-вторых, комары, москитос, вот это, я говорю, а что москитос, это много москитос? Она говорит, ну, вот идешь по улице, говорит, она вот так рукой сделаешь, и руки в крови, говорит она. И вот вы такого не видели, вот вам не попадалось? Вот вообще, что с комарами и что с туалетами? Ну, во-первых, да, я тоже слышала, вот именно та часть индийцев, которая живет где-то за границей, вот знаю конкретно, вот мне это рассказывали недавно, про тех, которые живут в Эмиратах, то есть вот у нас знакомый мой, у него родители живут в Эмиратах, там сестры, братья, и вот такая же абсолютно реакция, то есть вот они живут там, там все чисто, красиво, приезжают сюда, для них это вообще ужас. Но те, которые здесь живут, абсолютно нормально как бы относятся к этому, то есть вот они уже в этом есть и все. Ну, вы-то из Москвы, все-таки. Я, мне кажется, уже привыкла просто, я очень спокойно отношусь к этому. Ну, реально, реально. Давай так, вас кусают комары? Да. Ну, я не могу сказать, что у меня, например, сейчас есть такая проблема, но бывают какие-то такие, знаете, районы, не знаю, местности, вот бывает, что есть такая проблема. Может, какие-то периоды, сезоны у них действительно, да, бывает. Еще, скажите мне, у вас там есть сезон дождей? Да, вот еще, вот сегодня как раз, мне кажется, я надеюсь, что сегодня был последний дождь, потому что, когда... Вот стенка сзади вас, она отсырела или что с ней? Вот это. Да, да, это все из-за влажности. То есть, например, в ГО дома красят каждый год, вот внешнюю часть каждый год красят, потому что, да, очень большая влажность и температура стабильна, но вот я думаю, что днем где-то 30-35 стабильна. То есть, даже не бывает, что облака там, то есть, это стабильная такая температура, и может только дождь пойти немножко. То есть, 30-35 и высокая влажность к этому. Да. Ветер есть? Почти нет. А зачем же едут туда люди отдыхать? Ну, отдыхать едут в ГО. Да. Там, ну, там море есть, и там в море купаются. То, что здесь в Бомбее тоже есть море рядом, но поскольку это город, это самый такой крупный финансовый там центр, и сюда все съезжаются, здесь пляжи, ну, говорят, я не была прям так сейчас много на пляжах здесь, здесь краем глаза только видела, но говорят, что они очень грязные, и все едут поэтому в ГО. Там чистые пляжи, там все очень замечательно, как бы можно покупаться, поэтому нормально. Я понял. А вот вы все время говорите, Бомбей, Бомбей, вы не говорите Мумбаи. Местные жители не говорят Мумбаи? Я не знаю по-разному. Я могу говорить Мумбаи. Это одно и то же, в принципе. Ну да, просто у них это политизированный элемент, потому что, типа, Бомбей – это наследство колонизаторов, а Мумбаи – это наше чисто индейское рынок. Я понял. Некоторые с тоской вспоминают о колонизаторах. Да, есть такие. Есть такие, да. Хорошо. Ну что же. Ладно. Вот в Бомбее вы живете, в Мумбаи. Сколько там нужно жить, чтобы так просто жить нечего-то? Ну, я думаю, что здесь чуть-чуть подороже, потому что цена, например, на аренду квартиры, мне кажется, сейчас она почти сравнялась с арендой в Москве. Как ни странно, при том, что будут такие же стены, скорее всего. Ну и почем это? Я не знаю, почем в Москве квартира. Мне кажется, сейчас минимум в Москве, ну, может быть, 400-500 долларов. А, так по-божески, слушайте. Ну, я имею в виду, что в Москве она очень сильно упала. Ага. Ну, хорошо. Да. 400-500 долларов. Плюс покушать надо, плюс транспорт какой-то. Я, друзья, видел, мы когда разговаривали первый раз с Викторией, она мне показала с лэптопа, что на улице творится. Там очень красивый вид на город. так как-то вот, так очень... На пальмы. Да, то, что называется, inspirational. Но вы смотрите в окно туда? У меня сейчас ночь. А, хорошо. Ну, вообще, да, конечно. Такой вопрос. А там вообще курят? Индийцы курят? Много? На улице курят? В общественных местах курят? Они не курят сигареты почти. Что же они курят? Махорку, что ли? Ну, да. Так, скручивают козью ножку там. Ну да, но это не то, что на улице, там еще что-то, но это прям, я не знаю, это для меня это немножко странно и диковато, конечно, после Москвы, но здесь это, я не знаю, это часть их традиций. Это нельзя сказать, что это у них плохо или хорошо, у них это тоже все запрещено, но это как часть традиций. То есть, видишь, это не табак, они курят как-то что-то покрепче там. Что-то покрепче, да. Я не разбираюсь, что там они... Я-то знаю, что Индия производит сигареты, я думал, может, они там и курят их еще. Да, у них есть свои сигареты, но, как правило, такой среднестатистический индийский, вот в массе своей они не курят. Слушайте, а в Москве остались еще вот эти, ну, российского производства табачные изделия какие-то есть? там, Шибко, Прима, там, Беломорканал, Ява. Даже не знаю, если честно. Не курящая? Нет. Ну, ладно, хорошо. Значит, работаете вы или... Вы работаете или, я знаю, подрабатываете? Ну, вот, да. И вот как раз моя история как раз началась после того, как закончился туристический сезон. Это был вот этот сезон. И как раз именно из-за того, что доллар очень сильно скаканул, сезон был такой. Сначала было вроде хорошо, а потом после декабря стало грустновато. И поэтому стало понятно, что, в принципе, в туризме можно заработать, но так как раньше нет никакого смысла. И как раз-таки весной мы поехали в Непал на три месяца. И, в общем, там мы сидели без работы, отдыхали. Как в Непале вообще? Говорят, что там потрясающе совершенно. Да, там очень красиво, но в самой столице там очень-очень пыльно. А вот есть такой у них город Покхара. Это туристический, куда... Я даже не могу сказать, что там русских много. Там очень много вообще европейцев, я не знаю, американцев, канадцев, кого угодно. Вот он больше даже такой город туристический. И там классно. Но я в этом году как раз попала на землетрясение, которое там было, самое крупное за последние 80 лет. За те же деньги еще и разбегаются. Так, ну хорошо. Дополнительное развлечение. Покхара. То есть в Хатманду вы не советуете, там пыльно. Да, все едут в Покхару. Хорошо. Ну там мирно, вот там не обидят, не ограбят, в голове не получишь ничего. А в Индии, вот там в Бомбии, нет преступности. Ну вообще, как бы, вот мне кажется, ну если я из Москвы брать, да, то мне кажется, здесь вообще очень такое миролюбивое население достаточно. А вот, допустим, попрошайки, нищие, вот когда ты идешь, и тебе дай денег, там толпа детей за тобой бежит, там дай, 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 дай. Такое есть? Ну бывает, один-два могут подойти, да. Едешь ты там в рикше, остановился в пробке, обязательно может подойти кто-нибудь. Да. То есть есть такие, ну не толпой, не то, что дети там голые в язвах, там нет, так нищенствуют, так они неубедительно. Я понял. Хорошо. А вот есть ощущение, что бедная страна, что много нищих, много обездоленных, много таких, что вообще уже смотреть страшно. Такое есть? Ну, наверное, впечатление производят, когда тут, я как-то помню, ехала в аэропорт, в Дели была ночь, и вот я еду такая на такси, и все такая в аэропорт, а люди просто, ну как бы спят на остановке. То есть там жарко было, ночь, да, была ночь, и они просто спали на остановке там, прикрывались чем-то. Есть? То есть много таких. Хорошо. Да. Хорошо. Значит, все-таки, вот насчет подрабатывания и работы. Вы, я понял, вы поехали в Непал, побалдели там, у вас молодой человек, есть вам вообще куда хочется, можно ехать, там все не скучно. Значит, побыли с ним три месяца, там ничего не делали, вернулись куда? Да. Ну, мы не просто побыли, я вот как раз тогда, когда я как бы ничего не делала, я начала серфить интернет, потому что, ну вот сколько мы уже там год, там второй, ездим по Индии, и как бы, то есть здесь как бы все здорово, но вот оставаться здесь жить, нет желания, плюс, соответственно, здесь нереально, мне кажется, получить гражданство, особенно в моей ситуации, то есть, даже выйти замуж за индуса, это очень сложно. То есть, если в Эмиратах вообще невозможно, вот никогда, родился, не родился, в Индии тоже очень сложно. Вот, поэтому оставаться здесь, как бы я решила, что нет никакого смысла, и надо думать о какой-то стране, куда можно поехать, и именно как бы вот семью создать, и так далее. Почему Россию и Украину как-то мы сразу отмели, потому что я не хочу жить ни там, ни там в дальнейшем, а мой молодой человек, в принципе, тоже не хочет ни там, ни там. Вот. Ну, то есть, да, у нас даже больше возможностей в Индии, ну, как бы вот даже получается на практике, так, чем там. И интереснее, и веселее, и не знаю, праздну. Хорошо. Но вот, все-таки, вы по интернету поползали, нашли что-то, чем заниматься? Да. У меня есть, скажем так, две основные части такой работы большой. У меня есть работа в интернете, удаленная работа, и у меня есть работа, которая здесь в Бомбее, непосредственно. Так, что делаете? Давайте с интернетом, чего делаете в интернете? В интернете, поскольку у меня нет никаких навыков, опять же, то есть, я вот такой, даже не джуниор, наверное, да, я, то есть, у меня отлично все получается с компьютером, просто никаких-то навыков нету, и вот меня вдохновили ребята, одни, которых я встретила, которые нашли работу на сайте, что-то вроде фриланс, там, рум, что-то такое. То есть, они начинали с какой-то очень-очень простой работы и стали делать что-то более интересное. И я подумала, почему я не могу это сделать? Ну, надо посмотреть и проверить, в чем, как бы, прикол. Так что за работа? Что вы реально делаете за деньги там в интернете? Реально у меня такая, да, сейчас у меня такая первая работа, она очень простая. Я работаю с массивами данных. Это массивы данных, которые, я так понимаю, что-то вроде это поисковых запросов, которые пользователи, американские пользователи, забивают в Google. И мне они приходят в виде такого столбца различных фраз. Я вижу их частотностью, употребления, частотность как бы забивания их по поиску. Я просто работаю с этими данными, определенным образом там их миксую в Excel и перевожу это все потом в картинки. Мой заказчик непосредственно, мой работодатель, он это все уже в интернет делает, в веб-сайт. Он русскоязычный или он англоязычный? Он русскоязычный, он из Украины, оно работает, то есть вот эта непосредственно основная часть работы его, она тоже с какого-то сайта, только англоязычного, таким же образом удален. То есть он где-то взял работу и вас поднанял на помощь себе? Да. Хорошо. То есть вы там, допустим, пару сотен можете заработать? Да. Так, теперь, дальше на местности что у вас? На местности, вот почему я тоже поехала в Бомбей, одна из таких причин, поскольку в Гоа в сезоне с туристами там особо не заработаешь сейчас, есть такая интересная здесь подработка, можно сказать, это работа на шутингах в массовке, то есть поскольку здесь находится Болливуд и здесь очень много кинослужений. Это не такой шутинг, это когда с камерой шутим, так, друт камеру. Да-да-да, да-да-да, экшн. Хорошо. Экшн, ну не пошло. Окей, так. 30 кадров в секунду, ладно. То есть я подрабатываю что-то типа, иногда это может быть моделинг, иногда это может быть что-то вроде массовки, там, второй план, задний какой-нибудь план, ну, такое. То есть не нужно по-русски ничего кричать? Нет, можно только по-английски. Хорошо. Так, а есть такое, что вы там вот тусуетесь во время массовки, с кем-то знакомитесь, какой-то круг там людей? То есть вы среди, это индусов в основном, или это приезжие в основном? Как правило, это опять же русские здесь, которые подрабатывают. Если, как правило, это массовка, то берут, им нужны белые люди, которые будут в массовке. Хорошо. И, как правило, если я там нахожусь, то это уже компания, уже ребят, которых я уже не первый раз вижу, не первый раз. Мы просто приезжаем на работу, встречаемся, о, привет, как дела? Слушайте, а что платят за съемочный день? Есть такое? Они по дням платят? Да, платят за съемочный день. Это 12 часов, ну, например, с 9 до 9. Да, хорошо. Ну, как правило, ты приезжаешь, пока там, может быть, тебя накрасят, пока ты там покушаешь, такого плана. За счет заведения кормят? Да, конечно. Все как бы оплачивать. Особенно, если ты куда-то едешь, то есть нужно не здесь, в Бомбее сниматься, а бывает в других городах, тот же самый Бангалор надо поехать, или там в Чинае, еще перелет тебе будут оплачивать, то есть в гостиницу. Все-таки по деньгам, это что? Съемочный день, это сколько в баксах? Ну, примерно 100, скажем так. Начинается от 100. Ну, неплохо, слушайте, неплохо. Учитывая, что если вы будете раз в неделю сниматься, день в неделю работать, вот так, так уже можно жить, слушайте. Ну, там, да? А если два дня, так вы можете шиковать. А часто? В принципе, да. Часто удается сниматься? Сейчас пока еще сезон съемок только начинает раскачиваться, в среднем у меня бывает работа два раза в неделю. Вот сейчас я на следующей неделе, у меня вторник-среда будет шутинг, и потом еще там что-то намечается. Я извиняюсь, это связано с сезоном дождей как-то? Ну, я думаю, что да, это связано с сезоном дождей в том числе, потому что здесь просто, мне кажется, невозможно находиться. То есть вы не в павильоне снимаете? Это по-разному. Вот недавно мы снимали рекламу, и это было 12 часов на солнце, мы делали вид, как будто мы в парке Лондона. То есть все так красиво обставили, поставили красную будку, и мы как будто нас там одели, как будто мы жители Лондона там. А на галичанке. Так. Там долью спык инглэш. Ась! Хорошо. Так, хорошо. Это красиво. Красиво жить, не запретишь. Я не знаю, что жарко. А вы привыкли к жаре или так? Я привыкла, да. То есть я уже, когда... Да, я когда уже в Москву, даже летом, я приезжаю в Москву, если только летом, я зимой вообще строго туда, не ногой. И даже когда летом я приезжаю, если где-нибудь 20 или там 17, то я уже одета по полной программе. У меня даже шарф. Ой, вы знаете что? Я после 13 лет жизни в Калифорнии, где... Я не могу сказать, что так прямо вот именно жарко у нас тут. В Лос-Анджелесе намного жарче. Но в последний случай снега нет. И я снова оказался в Москве в ноябре. И температура была не минусовая. Ну, что-нибудь плюс 5, плюс 7. Такое. Я думаю, ну, я же знаю, я же там 35 лет прожил. Я же знаю, Москва, климат, там все. Как-то я оделся. Так промерз. Боже, боже. Мы теряем навыки абсолютно. Или организм меняется. Я не знаю, но я купил там свитеры из козьего пуха у какой-то бабки на рынке. Я купил такую кепку с ушами, значит, опускающимися, как у немца под Москвой замерзшего там. Ну, в общем, это был какой-то кошмар. Я погибал, как цветок на морозе. Да. Я вас очень хорошо понимаю. Ну, хорошо. Возвращаясь к Индии, вы снимаетесь вот в этом... Это не Болливуд. Это так как-то в стороне. Нет, это Болливуд. Натурально Болливуд. Ну, Болливудом называется как бы вообще вся эта эре, которая здесь находится. И здесь просто очень много киностудий. Слушайте, девки красивые, ходят такие, вот как в кино. Индики? Да. В смысле, индуски? Да. Да, Конечно. А вообще, вот как бы, я понимаю, что вы привыкли, может быть, немножко, но вот с нашей точки зрения, вот как бы, да, такой советско-российской, СНГ-шной, вот когда ты туда приезжаешь, стоишь, вот просто люди идут мимо. Есть ощущение, что много красивых девчонок? Или ощущение такое, что они, может, их вообще на улицах нет, я не знаю, или там с братом должна идти, но вот как вот в этом списке, красивые люди? Да. Мужчины, может быть, тоже? Мужчины, не знаю, это дело, наверное, вкуса, мужчины относительно, но девушки очень красивые, ну, не все, конечно, но очень красивые, вот если... То есть есть такое? Красивые, то очень, да. Хорошо. Хорошо. У меня в школе тут иногда, знаете, у меня тут группа одна собралась, там, правда, больше наших девчонок, но я прямо думаю, что-то мне они напоминают. Вот первый урок я веду, и что-то, я думаю, мулин руш. Да, ой, ты что? Такие молодые, красивые, глаза горят, так, все у них нормально, хорошо. Хорошо. Но у них такая особенность какая-то, вот сколько я на них наблюдаю, не знаю, какая-то вот их именно, да, национальная какая-то. То есть если, например, вот там, на примере меня, да, то есть если мне 27, но мне все говорят, что я выгляжу моложе, и как правило, ну, вот про русских, именно так говорят, что если вот там даже 30, то выглядит всегда чуть-чуть моложе, там, то у них наоборот, у них наоборот. То есть 30 уже как 45? Очень часто. Особенно мужчины. То есть если 35, вот все, дальше это уже... Вы знаете, вы знаете, что я замечал такое, когда по СССР путешествовал, вот я могу сказать, что в южных районах, вот там, вот СССР, бывшего республика, вот союзных, как-то на юге, и в Средней Азии, на Кавказе, там женщина, скажем, 35 уже очень-очень, очень солидно смотрелась. Вот я не знаю, я надеюсь, что сейчас это меняется, потому что в то время и в Москве 30 лет уже там за человеком не считали, а сейчас 30 лет смотришь, они как 18-летние скачут. Такие молодцы. В общем, ну, я надеюсь, что меняется по всему миру. Я тут сейчас вот с мексиканцем разговаривал, у нас там газончик подрезает. У него 3 дочери, и у 3 дочери еще 10 девочек, вот на трое. И он такой весь девчонок, такой тип меня, такой у него и больше. И я говорю, слушай, ладно здесь, ну вот в Мексике, например, если девочка чего-то хочет, там учиться, там работать, ну что-то хочет. Вот родители скажут, нет, хочешь делать то, что мы скажем? Или скажут, ну делай, как ты считаешь нужным. Он говорит, ты знаешь, уже и в Мексике никто не цепляется. Говорит, вот я когда жил, молодой был, я не мог ничего, мне что сказали, я должен делать. Говорит, и мои дети, когда росли тоже. А эти, ну делай, что хочешь. Мир меняется, понимаете? Мы сейчас видим людей из Индии приезжают, я же помню, там в 96-м году у меня первые появились студентки, 20 лет прошло. Они же ходили все в Сааре, в парни в этих своих куртах, значит, и с этим вот тут, и в общем, такое зрелище было специфическое. Сейчас они оттуда приезжают, вот она, допустим, вышла замуж, ее там на второй день приводит муж к нам учиться. Я на нее смотрю, абсолютно европейская девка, но только смугленькая, она и в джинсиках, она и такая, все, и еще глазками, обычно они вот такие, ну, как бы немножко отрешенные, а это что, и флиртовать может, так она, так она глазками может. Это прям из Индии, я думаю, надо же, как меняется все. Но это прогрессивные города, это скорее всего из Дели или из Мумбаев, и если вот чуть-чуть в глубинку, то там традиции. Там, они до сих пор носят цари, все у них там, свадьбы там тоже, потому что родители сказали, это вот в глубинке. Вот я прям вот недавно спрашивала друзей своих мубайских, они говорят, не, говорит, мы здесь даже не думаем там о том, чтобы жениться, не, родители нам мало ли что не скажут, мы там как бы сами решим, а вот как бы вот уйти вглубь континента, в какую-нибудь деревню, то там это все есть. То есть вот эти, которые в больших городах, это фактически пятая колонна? Да. А народ, он как бы традиционно, там родители должны жениха привезти, и там все нормально. Ну хорошо, ладно. Итак, вы подрабатываете тут и там. Слушайте, а по сравнению с заработками на студии, вам вот этот онлайновый доход как-то существенен, или вы для фан больше? Ну, сначала он начинался как ради интереса, потом как для фана, а сейчас это вообще стратегически важно, потому что мой заказчик на Украине, и курсы онлайн по тестированию, которые я собираюсь проходить, они тоже в Украине, и поскольку это очень сложно, ему мне деньги переводить сюда, то я его прошу, мне просто эти деньги в счет зарплаты оплатить мне курсы. Подождите, это вы уже, это вы с нашей подачи в тестеры, или как вы? Да, А, то есть, давайте к нашему каналу, вы нас давно смотритесь-то? Ну вот, когда была в Непале, я сначала увидела канал, по-моему, Дима Шишкина, если я не ошибаюсь. есть такой, конечно. Да. Вот сначала начала его смотреть, думаю, о, интересно, так, Америка, так, а чем он занимается, так, тестеры, о, Михаил Портнов. И, соответственно, и все, и дальше уже пошло-поехало, форумы, грин-карты, вы играете, в интерею играете. Да. Заполняли в этом году. Да, уже. Хорошо. Значит, вы узнали, что есть профессия тестера. Я думаю, я думаю, что в Индии этого дела сколько хочешь, то есть, туда большой аутсорсинг идет из Америки. Я не знаю, сколько они зарабатывают, но это не будет вот так, поликскоп, как мы сейчас там, на съемках, это ты сидишь целый день. Угу. Вот. И может быть даже, с учетом знания русского языка, там, или чего-то, это может быть даже вам и в плюс будет большой. Ну, да. Подождите, но вы хотели, стратегически вы сказали, вы употребили это слово. Значит, вы хотите поучиться на тестера в Киеве. Вы хотите, там, онлайн, вот это, там, надешево совсем. А вы наш курс проходили, который бесплатный визит? Нет. Нет. А у нас бесплатный визит, 20 часов курс. Знаете, что у него есть такое? Да, я где-то слышала, но мне кажется, я его не нашла. Портнов.com. Да, да. слэш и две буковки ru, ru, ru. Окей, он на русском языке. Он на русском языке. Больше того, вы можете прийти на YouTube и по-русски написать тестирование программного обеспечения. Там вся первая страница из нашего курса. Так что, окей. Вы перед тем, как туда это самое, параллельно можете так послушать. Хорошо. Итак, вы пойдете на курсы по тестированию программного обеспечения. Чтобы, что? Направление какое? Ну, во-первых, я хотела, сначала у меня была мысль, что вот надо поехать в Америку и учиться у вас сразу, как у первоисточника. Разрешения на работу нет. Ну, да, но я имею в виду, если там грин-карт выиграет и все такое. То есть, конечно, да, но потом я подумала, зачем я буду ждать, если могу сейчас уже пойти. Как раз тогда я увидела у вас Любу на канале, которая в Гугле работает. И от нее уже узнала про IT Labs. Ну, понравилась Люба? Да. Да, да, ее тоже смотрю. Ударная, да. Да. Вот, соответственно, потом, когда я подумала, ну, вот, а что я буду ждать, когда я на тестера выучусь, найду-ка я работу уже сейчас какую-нибудь онлайн, просто как это вот проверить, как это работает. Потому что, выучившись на тестера, я хочу работать удаленно. Ну, то есть, может быть, когда я приеду в Москву, я там найду какую-то работу, опыта поднаберусь. Легко. А потом уже удаленно. Вы можете на самом деле даже, а, у вас образование по Human Resources. В принципе, вы можете в Москве там поработать в международной компании, просто перед переводом внутренним куда-то двинуться дальше. Я думаю, вам бы на самом деле не помешало как-нибудь заочно, может быть, там в том же Киеве, я не знаю, закончить что-нибудь по Computer Science там за пару лет. Какой-нибудь бакалавр получит. Тогда у вас намного шире горизонты будут. В этом смысле, то есть, вот в этом плане. Оно вообще для мозгов неплохо. Но если вы так уже идете в эту профессию, вот, кроме того, вы же молоденькая, вы можете потестировать там годик-другой, но вы можете дальше вынырнуть и в программирование в каком-то, если так вот интерес пойдет. А вот молодой человек ваш, он по профессии кто? Он маркетолог по профессии. Ага, оба такие неинженерные. А вы тоже тестером будете? Да. Давайте. И это тоже я его надоумила. Правда. Но у вас нет такого, там, где дядя Миша сказал, где дядя Миша многие называют? Нет. Я просто ему рассказала, и ему это стало интересно тоже. Поскольку мы, как бы, сейчас в таком поиске себя находимся каком-то, и... то есть это прям... То есть я не то, чтобы как бы пытаюсь попробовать. Я, в принципе, ну, зная сквозь как бы склад ума, я уверена, что мне это получится. Вы понимаете, мне гораздо проще сказать, что бы с вами было, если бы вы сейчас были бы вот тут вот, вот вот, в соседней комнате или там где-то в соседнем городе, и с разрешением на работу. Я бы вам быстро нарисовал весь ваш путь. Я его хорошо вижу. Но как бы, поскольку мы так... границами мы с вами разделены, то мне уже сложно, потому что я никогда на эту тему так... Мне не приходилось сталкиваться с решением таких проблем. Кроме того, я вот смотрю на вас, и я не очень понимаю, вы вообще готовы работать, вернуться к работе вот там, в обычном формате человеческом, вот не как вот фрилансер такой, а просто вот люди ходят там. не знаю, с девяти там до девяти там. Ну, вот именно, что в принципе, если работа нравится, то нет, меня это не пугает. Хорошо. Давайте я вам задам вопрос такой еще более убойный. Значит, а вы не хотите вот легализоваться в Соединенных Штатах какими-то другими способами вот за пределами, скажем, грин-карт-латыри? Ну вот, да, если я как бы выучусь на тестера, там, к примеру, там буду работать в компании, то есть через какую-нибудь рабочую визу тоже буду стараться. Скажем так, я назову, ну, допустим, приехать там как-то и остаться, вот так назовем. Вот вы приехали в Индию и остались. Нет, я так не думала. Ну ладно, уже один раз остались, больше не хотите? Ну, как бы да, то есть вот хочется именно, чтобы вот сразу можно было работать, там, как бы с разрешением все это было. Какая? Ну ладно, хорошо. Хорошо. Ну что же, а в Европе вы не хотели бы жить в Германии, в Ирландии, в Англии? Нет. Я не знаю, почему на Европу меня как-то вот не привлекает совсем. В Чехии. Ну, в Европе вы не будете чувствовать себя белым человеком. Хотя, вы знаете, такие тенденции, такие тенденции, что скоро, может быть, уже и там будет редкость. Ну что же, хорошо. А вот в Индии, вот там, где вы живете, и там, где, может быть, не очень живете, но так наблюдаете, там есть какая-то политическая напряженность. Вот что-то такое, какие-то силы противодействующие, какие-то люди ходят на демонстрации, какие-то профсоюзы объявляют забастовку, какие-то, я не знаю, там, злые пакистанцы угрожают захватить что-нибудь, там, заложников, ну вот что-то такое. или там, допустим, индуит против, там, мусульман, ну что-то. Какая-то напряженность. не наблюдаю. Нет напряженности. Нет, не наблюдаю. У них бывает такая интересная вещь, ну, страйки, забастовки, и, знаете, это все очень организованно проходит. То есть, как-то вот наши друзья индусы нас предупреждают заранее, что вот сегодня страйк, там, ну вот не выходи на улицу, там, пару часиков, там, и все. Как бы, ну, как бы я даже выходила, когда говорили, что там не надо, и ничего страшного. Просто народу меньше. Без насилия, без мордобоя, без битья окон. Пи-я-с. А зачем выходили тогда? Выходила? Нет, нет. Зачем они выходили, если ничего такого? Ну, хорошо. Ну, не знаю, может, там, перед правительством местным, там, показать что-то, что вот у нас есть там права, мы чего-то хотим. Хорошо. А вообще, можно сказать, что это демократия? То есть, как бы сказать, что все люди равны, что они в равной степени имеют возможность участвовать в выборах, что выборы не подтасовываются, что суд, например, не даст тебе чего-то, не решит в свою пользу, потому что ты взятку дал, или потому что ты богатый, и против бедного. Вот, вот как бы на этом уровне, что за общество? Ну, я знаю, что взятки там со всех сторон, там просто кошмар, но вот все-таки, тем не менее, вот свободы какие-то, элементарные права. Здесь, я думаю, что как-то даже так вот вопрос, вот как вы его задаете, он здесь даже так не стоит. То есть, взятки, да, это однозначно. Как бы многие вопросы здесь этим решаются, и как бы да, но вопрос так не стоит, потому что здесь, мне кажется, это вот этот вот пережиток, и даже частично остатки вот этой вот кастовой системы, и что, ну вот если ты вот, ты знаешь, что ты принадлежишь к этой касте, ты не будешь никуда соваться, грубо говоря. А если ты знаешь, что ты вот там из высокой касты, там вот у тебя, вот один индус, наш знакомый друг из Дели, он адвокат, из очень такой, как бы серьезной, я так понимаю, семьи, как бы. И вот он рассказывал, что вот когда мне там было, там, пять лет, меня там отправили в школу, и мне вот как бы сказали, ты вот из такой касты, и вот как бы вот, у тебя жизнь примерно такая будет. Вот она не будет плохая, но она будет не меньше, чем вот эта вот. То есть каждый знает свое место, и как-то вот, мне кажется, в этом плане. То есть они принимают кастовую систему, они не говорят? Мне кажется, да. То есть тут, конечно, бывают конфликты на эту тему, какие-то страшные истории, там, я слышала, но это такие. Я понял. То есть каждый индийский сверчок знает свой шесток. Да. Это удобно, слушай, удобно, никаких конфликтов, потрясений. А вот там новое правительство, вот это моди, который такой, как бы, прозападный, про такой консервативный. Как-то сказывается на жизни? Что-то происходит в стране? Я даже, честно говоря, не вдавалась в такие подробности, а он давно уже тут. Ну, это не важно. Ну, некоторое время. Такой вопрос. Сейчас вот пишут, что в Индии идет процесс роботизации. Поскольку там у них исторически все, что они производили, было крайне низкого качества, низкой степени точности там и так далее, то они сейчас ставят роботы сюда. Они вытесняют людей роботами и, грубо говоря, безработица растет, потому что вот такую не очень квалифицированную рабсилу выкидывают. Это как-то чувствуется? Вы на себя ощущаете? Нет. Нет. А вы читаете местную прессу какую-то там? Ну, очень редко. Обычно, если что-то такое вот происходит, вот друзья могут рассказать что-то такое вот. Индийские? Да. Ну, хорошо. Встречи с индийскими друзьями. Это что? Виски пьют? Это там, не знаю, порнух смотрят? Ну, что вот? В чем состояние? Там просто выпьют, обнимаются там, говорят, ты меня уважаешь? Ну, мне кажется, это что-то вроде пойти вечером в бар с друзьями, там, не знаю, выпить пиво, поесть пиццу, что-то такое. Пиццу кушают? Ну, я не знаю, да, там что-то такое. Ну, я говорю сейчас о бомбейских, потому что здесь это все есть, да. Окей. Да, они же, конечно, они европеизированные, поэтому у них тут и пицца, и все, что хочешь. А вот всю местную еду, ну, они, конечно, едят, но в барах они местную еду не найдут. Такой вопрос. Вот эта вегетарианскость, она резко присутствует? Или так, по мелочи, или на тормозах? Вообще, что с вегетарианством? Опять же, зависит от региона. То есть здесь, например, в Бомбее они запросто едят курицу, мясо, и они его очень любят. Они вот прям рассказывают мне, да. В то же время, например, мы были в Ришкеше, это считается мировой столицей йоги. И там они настолько вегетарианцы, что даже ты не купишь, ты нигде не найдешь. То есть если даже я яйцо захочу, я его нигде не найду. Просто купить не смогу. В магазинах просто нет. Понял. Но йоги там не сидят? Так вот, идешь по улице, сидит йог. Нет такого? Ну, прям на улице, может, нет, но увидеть можно. Всяких там разных каст, точнее не каст, а каких-то там религиозных принадлежностей. То есть однажды была ситуация, тоже вот мы узнавали у нашего друга, что это вообще было такое. То есть поехали мы в Дели в музей Ганди и выходим на улицу. Это, в общем, центр Дели, по-моему. Я извиняюсь, музей всей Мышпухи или там кого-то конкретного из Ганди? Кого-то конкретного, да, одного его, его, его самого. Ну, это не Индира Ганди? Индира, Раджиев, кто там? Раджиев, по-моему, ну, вот его. Нет, был еще Махатма Ганди. Да, да. Папа Индира, ну, неважно, да. И мы выходим на улицу, ждем там автобуса и идет полностью голый. Вообще. Просто по улице. И мы спрашиваем нашего друга, это вообще, как это possible вообще такое. Он говорит, ну, вот у него, значит, такие религиозные убеждения, что есть такие. Вот. Не носить одежду. И никто не бегает там, и говорит, смотри на нее. Нет. Нет. Всем пофигу. А посмотрите, он по Москве вот так шел. Он бы не прошел по Москве. Нет. Ну, люди бы сказали, с табличкой, это мои религиозные убеждения. Да. Понятно. Понятно. Не, я сейчас так подумала, кто будет потом смотреть это видео, они подумают, боже, там люди голые ходят. Нет, это был один раз, вот за два года я такое увидела. Ой, да у нас тут ходят, как я не знаю, они, правда, не так прям ходят, но вот у нас есть нудистские пляжи, они там ходят. Ну, да. В Нью-Йорке там есть такое мероприятие, там раз в год они такой забег проводят, их там человек в 2010 собирается, совершенно голых, а они по всему городу, у них такой день голых. О, нормально. Нормально, нормально. Ну что же, хорошо. Так вы пока, значит, собираетесь там учиться на тестер, а когда начинается учеба вообще? Послезавтра, во вторник. Правда, и у меня класс во вторник начинается с 13 часов. Ну что же, хорошо. Давайте, учитесь. И там, если ближе к делу там заканчивать будете, давайте я в резюме вот так полирну. Хорошо, спасибо. Хотя я не уверен, что в онлайновой работе это важно, но я думаю, что в Бомбее в самом есть много работы такой тоже. Это не только в Бангалории. В Бомбее много технических компаний инженер. Да. Вы можете там какой-то стажировок пройти или что-то такое. Это неплохо. Ну что же, молодцом, молодцом. Давайте. А по чем курс там в Киеве? Что берут? По-моему, что-то около 200 долларов за два месяца. 200 долларов. Ну, да, там два дня на съемку сходили. И тесты. Ну ладно, только занимайтесь хорошо. Это все-таки это требует занятий. Это не просто так вот там на уроке посидел. Вы меня знаете, я живу уже 4 года с половиной, веду онлайновые уроки. Я хочу сказать, что бич этого дела состоит в том, что люди имеют очень хорошее намерение. И они понимают, зачем и все такое. Но дальше выясняется, что у них просто нет времени заниматься. Потом, если кто-то с палкой не стоит, многие уже и не могут даже сесть позаниматься. И дальше он пропустил какой-то кусок. Он дальше уже бессмысленно даже ходить перестает. Потом он начинает повторять этот курс, там еще что-то, еще что-то. Но просто очень важно заниматься с первого дня и не выпадать ниоткуда. И уже дойти до конца. А вы вдвоем учитесь или в одиночку? Да, мы будем вдвоем. Но если вы вдвоем, тогда вы друг друга дисциплинируете. Раз уж вы так стратегический такой фокус туда даете. Ну ладно. Так подождите. А родители ваши? Я ничего не спросил. Где ваша мама, папа? Родители в Москве. И, кстати, да, в Индию, наверное, именно в Индию я поехала, потому что они тоже сюда ездят. Погостить? Нет, они изначально, даже раньше меня начали ездить сюда отдыхать. Тут только не на две недели, а месяца так на два они вырываются. Где-нибудь в самые холодные месяцы, типа там февраль или март. Вот. Они приезжали в ГО и отдыхали уже задолго до меня. Кавалера вашего одобрили? Одобрили. Хорошо. А у вас братья и сестрички есть? Нет. То есть одна девочка ее умотала на другой конец мира. Так. А родители молодые не пущут, да? Так, вроде меня, даже моложные. Ну, молодые, да. Работают? Да. В госучреждениях или так? Нет. Ты одна такая на судьбе. Ну, то есть они в целом как бы принимают ваш путь, да? То есть они не говорят, дочь, ну, что же ты делаешь-то, там, и ты бы лучше вот туда, и лучше бы вот сюда, там, нет? Нет. Ну, то есть вот я сейчас даже вот ездила в Москву летом, и стояла вопрос о том, что там по делам в Москве мне надо остаться, возможно. И вот мы думали, остаться мне не остаться, и они мне потом говорят, слушай, там классно, там солнце, море, езжай. Молодцы, молодцы. Доченька. Я-то думал, что, знаете, как вы, есть такое, есть много эмигрантских таких анекдотов, как там две бабушки беседуют, и одна говорит, как твой внучек? Она говорит, ты знаешь, говорит, так, в общем-то, все нормально, но, знаешь, обычно мальчики, так они с девочками встречаются, а он встречается, да, каким мальчик? Она говорит, ну, мальчик-то хотя бы еврейский. Спрашивает, ну, уже хоть что-то, понимаешь? Если там не получается так, то хотя бы что-то. Поэтому они, ну, ладно уже, пусть она там. То есть они, на самом деле, просто вас еще и поддерживают в этом деле. Да, то есть, да, когда я сказала, что у меня вообще, как бы, нет особо планов прям сильно возвращаться там, то есть у меня есть планы путешествовать, абсолютно нормально, да. Но они у меня сами такие тоже постоянно где-то крулись. Потрясающе, слушайте, мир, другой мир. Хорошо, границы открыты. А визу надо получать индийскую где-то, да, в посольстве? Да. То есть надо прийти в посольство Индии в Москве и там штемпель поставить. А легко дать? Вопросы какие-то задают? Очень легко. Вы знаете, я даже ни разу не была на собеседовании, я все время делала через агентство. Как правило, собеседования как такового нету, дают ее всем. Единственный, как бы, такой главный вопрос, был ли ты в Пакистане. И по нынешним тенденциям вообще, по-моему, между Россией и Индией хотят отменить какие-то там визы. Визы, окей. То есть уже есть виза в Индию по прилету, она дается на один месяц, а если хочешь больше, то, соответственно, надо делать. Слушай, как удобно. То есть летишь себе просто вообще без визы, не заморачиваешься. Хорошо, хорошо. Слушайте, можно жить, можно жить. Я, честно говоря, не знал, что есть какой-то массовый туризм в Индию. Я знаю, что в Таиланд люди летают. А я еще с ужасом думаю, боже, это же из России в Таиланд. Ты хоть откуда полетил? Ну, хоть вот с Дальнего Востока. Но это же какой путь колоссальный, да? Это же сколько лететь-то надо? А Гоа, ну, я знаю, что место туристическое, но чтобы вот так вот... То есть популярность... Нет, это очень популярное. Очень. То есть настолько, что когда вот сейчас тут случился коллапс с долларом, и очень много русских не приехало, то это прям сильно подкосило туризм. То есть тех людей, которые зарабатывают. Я слышал, что когда вот это произошло, то даже еще до того, как доллар посыпался, не достоинство, а рубль, до этого еще туризм начал помирать международный, что-то такое там... Ну, немножко оно началось. Агентства крупные выходили из бизнеса, и я так в новостях смотрю, думаю, нифига себе удар какой. Ну, ладно, что же. А вот это не то, что вы там... А в Крым не хотите в Крым? Там тоже тепло там? Нет? Ну, хорошо. Думаю, а где же там... Я там уже была. А, я думаю, а где же там тестировать-то буду? У меня там все детство прошло. Я каждый год тестил. Начиная с, наверное, лет 8-9. Каждый год там был. Я в лагере там была один раз. В каком месте ты? В Керчи. Такой в степном краю. Ну, что же. Хорошо. Значит, больше всех не хотите. Так. Ладно, давайте тогда, может быть, мы какой-то вывод попробуем сделать. Потому что вот я просто думаю, вот ребята же нас смотрят, и некоторые уже до сих пор смотрят, уже час мы снимаемся. Значит, и какое-то обобщение, может быть, какую-то пользу извлечь. То есть я пытаюсь увидеть в этом что-то такое, что может заставить задуматься людей, которые, может быть, никогда не думали на эту тему. Ну, понятно, кто никогда не был никого, могут сказать, поеду-ка я посмотрю, допустим. Там как-то босиком ходят по неровным улицам, где нельзя на каблуках. Девки каблуков не брать в Индию. Это мы поняли. Не, не надо. Не надо. Значит, теперь. Ой, с точки зрения поработать, оказывается, что несложно поработать. Но, с другой стороны, и деньги небольшие как бы. То есть ты, грубо говоря, так. Если бы вы в Москве работали в это время, уже неважно там где-то, то у вас бы накоплений, скажем, было бы больше, если бы хотели накопить денег, чем, например, вы можете заработать их в Индии и отложить. Нет. В Индии больше. То есть можно накопить легче? Да. А, как интересно. Ну, вот сейчас, когда я приезжала летом в Москву, я общалась там с своими знакомыми, там, с родственниками. У меня сестра сводная. Да, сводная есть у меня. Сестра. Она в банке работала. И, то есть она мне примерно назвала, сколько она год назад получала зарплату, и сколько сейчас. Ну, то есть это колоссально мало. Когда я, помню, заходила в банк и покупала доллары, на меня так смотрели, вы, девушку, вы за границу едете, как будто там, ну... Я что-то такое серхъестественное делаю. Вот. То есть, ну, я чувствую, что... И я-то, как бы, немножко думала, когда, что я останусь, я так, ну, чуть-чуть так сунулась, буквально позвонила в пару мест, узнать, что там с работы, и мне говорят, о, мы вот и сокращаем, и вот места, которые остаются, отдаем тех, кого сокращают. Так что, я думаю, что сейчас я вряд ли бы в Москве столько заработала, сколько здесь. Хорошо. Вы когда последний раз-то были в столице нашей Родины? Июля-Август. То есть, буквально, вот, только-только. А вот вы, как человек, который вот раньше был, потом снова приехал, с перерывом, вы ощутили какие-то, вот, например, санкции? Да. Вот, допустим... Во-первых, проезд. Постойте, постойте, цена на нефть, я понимаю. То есть, это понятно. Конечно. Но вот именно с санкцией, вот что-то такое там сделали на Западе, что вот вы это почувствовали в Москве? Ну, я просто чувствую рост цен. То есть, я каждый раз приезжаю, у меня такие прерывы, то есть, где-то в год я бываю в Москве, может быть, месяц-два. И каждый раз я приезжаю, вот, я не знаю, буквально выхожу с самолета, иду там на автобусную остановку и вижу, как проезд подорожал, причем так сильно подорожал, то есть... Я извиняюсь, а как сейчас платится проезд? Вот в наше время там бросал пятачок, оторвал билетик. А сейчас как происходит? Магнитная такая карточка. Ну, точнее, она бумажная, но она не магнитная. Я понял, то есть, ты чиркаешь карточку, и с нее списывается какая-то сумма? Ну, там просто она, например, на 70 поездок идет. А, окей, окей, хорошо, понял. Да, то есть, как бы, проезд дорожает, то есть, я просто захожу в магазин и вижу то, что там я... А, как бы, я еще, главное, спрашиваю своих родственников, там, я говорю, как там цены? И вроде как-то все молчат, что ли. И я вот думаю, может, они просто не замечают, то есть, вот, когда я так редко приезжаю, я вижу, что сразу 25 рублей там, сразу на 5 рублей дороже, то есть, там, на 10, на 15. И я это чувствую, потому что я помню старые цены. А люди как-то вот так это все медленно-медленно, может происходить. Я понял. Вы видите изменения в ценах, но вы не видите каких-то таких перемен в ассортименте, там, я не знаю. Я не могу сказать, что я прям по магазинам ходила. Ну и ладно. Но говорят, что что-то, да, меняет. Давайте так, в Индии цены растут, вот пока вы год живете в Индии, растут цены? Нет, мне кажется, нет. То есть вот так стабильно, что вообще ничего их не берет? В Индии, в принципе, я думаю, что почти каждый товар, но если взять, например, продуктовый магазин, вот ты приходишь, там молоко, покупаешь еще что-то, на каждой упаковке есть цена, она уже там есть, то есть нет никаких ценников. Я извиняюсь, полиграфическим методом нанесена? Она изначально не на упаковке, но она как-то сверху, наверное, наносится, там, просто так. Да, и поэтому, ну в принципе, да, я каждый раз смотрю, и я нет, я не вижу особых изменений каких-то, что нет. То есть стабильно или ничего, вот. Ну что же, хорошо, ладно. А кавалер есть показать его нам? Нет, вышел сейчас куда-то. Но он не спит, он так, как-то так. Не, не спит. А сколько? У нас, да, у нас уже половина второго ночи. Половина второго ночи. Ну хорошо. Что же, вы после трудового... У вас понедельник, что ли, нет? У вас ночь с воскресенья на понедельник. Да, да. У нас уже понедельник. Уже, у вас уже понедельник. Как интересно. Ну ладно, значит, что же. Мы тогда... Да, вы впереди нас, вы туда вперед ушли. Ага. Так, давайте тогда мы ребятам скажем что-нибудь положительное. Так скажем. Вот. И так тоже бывает. Вот. Я вас от имени тех, кто смотрел и досмотрел, значит, там поблагодарить хочу. Те, кто досмотрел в этом месте, ставьте лайк. Сделайте тоже так пальцем. Вот так сделайте пальцем. Вот. Ставьте лайк. У нас такая Виктория вообще обалденная. И судьба интересная. И даже, я не знаю, много мыслей всяких приходит. Я думаю, что можно там десяток тем извлечь. И на каждую можно поговорить из того, что вот мы сегодня так увидели. Это очень интересно все. Мне, конечно, очень интересно, что с вами дальше будет. Мне тоже. Через пару лет, через тройку лет. А блога нет у вас? Вы могли бы такой блог забабахать? У меня есть блог на LiveJournal, но там в основном фотографии я выкладываю. Там даже видео со мной есть одно, по-моему, да. А сделайте видеоблог-то. Чего вы? Я думаю над этим. Интернет, скажите, там совсем плохо или ничего? По скорости. Дорогой. Если хорошая скорость нужна, то он очень дорогой. То есть, я сравниваю с московскими ценами. Опять же, на телефоне интернет тоже очень дорогой. Он хороший. Он может быть 3G такой хороший, и все летает, но очень дорогой по сравнению с Москвой. Ну, видеокамеры-то у вас есть? Да. Слушайте, у нее же видеокамера есть, а блога еще нет, выдают. Это же пропадают камеры, можно сказать. Люди с селфоном вот ходят, снимают, а у вас целая камера есть. Слушайте, давайте делаем тепло, и я потом вам ангажемент такой промоушен сделаю, чтобы вас смотрели. Там Индия глазами, там, кого, москвички, русского, там, еще кого-то, тестера, там, ну, неважно, дауншифтера, там, как вы там себя классифицируете. Ну, что же, хорошо, ладно, давайте. Мне было очень интересно, на самом деле, я вот, у меня ни одного вопроса не было заготовлено, я вот так вас слушал, и у меня всякие мысли возникали, ассоциации. Потому что мы-то здесь имеем дело много с выходцами из Индии, и американские ребята, которые, ну, как бы, знают много, они говорят, что, вот, Миша, они говорят, ты даже не понимаешь, вот, те индусы, которых ты видишь тут, это цвет Индии, говорят они. Это когда абсолютно, ты, говорят, когда поедешь в Индию, ты таких там не увидишь, они там пообряданных, ты увидишь совсем другую. Вот, так что, мне было интересно, вот, как бы, вашими глазками посмотреть, а если вы еще поснимаете, слушайте, ну, поснимайте, ну, что ж такое-то. Вот, и... А на съемках можно снимать? Смотря где, иногда вот нам тут не разрешали, прям, целое здание, был такой большой какой-то, наверное, не знаю, дорогой продакшен, и нас прям сказали, если вы... ну, мы просто... была съемка, мы одевались что-то, ну, что-то вроде сари, вот, у меня было, у меня у молодого человека было тоже что-то такое традиционно индийское, и мы хотели для портфолио, я взяла фотоаппарат, хотела сделать профессионально что-то такое красивое, и нам прям сказали, что идите вон за забор, и там можно, а здесь на территории нельзя снимать. Ну, за забором снимите, слушайте, все равно это потрясающий мир, должен был бы открыться. Я вам очень желаю, чтобы вы погрузились в это дело. То есть у вас появятся друзья, там, международного такого плана, да, там, из разных стран, из Украины, из России, из Америки, там, из Канады, я не знаю, откуда там. Может, из Индии, потому что там полно русских живут в разных местах, которые там... А они про вас не знают. У нас есть... Я надеюсь, что, да, с вашей подачей, я надеюсь, что я наберу смелости. Давайте, у нас смотрят в Индии, я когда статистику по странам смотрю, думаю, надо же и в Индии смотреть. Вот, так что. Хорошо, давайте мы тогда с вами попрощаемся, скажем ребятам пока, давайте рукой так делаем, и до новых встреч, я с вами не прощаюсь кардинально, так? Чуть-чуть. Я тоже, да. Пavorite. Чуть-чуть. Приятного аппета. Второй популяри в Индии ALEX公ered'de. Вот, так ли, в remembered scope. Решение конфликтов на планете. Спасибо. Отлично. Что я знаю. Выtop